Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра SunGate продолжает свои программы. У микрофона руководитель центра Майкл Мелехов. И сегодня у нас четверг. В Чикаго 10 часов утра. В Нью-Йорк, Вашингтон 11 часов. В 8 утра у нас на западном побережье. Это Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Ну, а в Москве уже 6 часов вечера. Ну, и у нас такая программа первый раз. Речь идет о Таро. И на связи у нас Россия. Наталья Никонова. Наташа, здравствуйте! Добрый день! Вечер, утро! Да, у нас пока еще утро. Хотя утро у нас начинается с рассвета. Знаете, в 7.30 уже мы начали свою первую программу, которая вот сейчас продолжается. Ну, а еще в 5 утра я уже беседовал с Украиной. Это, правда, не было в эфире, но речь шла, кстати, о Таро. Была очень интересная, да, тема. Я общался с одной очень интересной женщиной в плане, она занимается астрологией и Таро. И эта комбинация очень мне интересна. Ну, сегодня мы будем говорить, дорогие друзья, это я обращаюсь к нашим радиослушателям, а также телезрителям, если можно так сказать, поскольку все наши программы, они идут в живом формате, и они еще к тому же идут в видеоформате, не просто у нас радио, а у нас видео. После чего это видео обрабатывается, оно оплодается или загружается на YouTube, а потом идет и в Facebook, поэтому нас можно не только слышать, но и видеть. И те, кто хотят оставить свои комментарии, те, кто хотят задать свои вопросы, можете нам, во-первых, позвонить по телефону 847-226-9956, можете нам написать в Skype, это SunGates108, SunGates, солнечные ворота, или же просто зайти на наш сайт, RENOAW, sungatesradio.com, sungatesradio.com, и там, пожалуйста, ваши комментарии, ваши вопросы. Ну, собственно говоря, там мы и слушаем все наши программы. Ну, как я вам сказал, речь будет идти о Таро, и Наталья Никонова, координатор и методист русской школы Таро. Все уже очень хорошо знают наши программы, которые идут у нас по средам, с руководителем русской школы Таро Сергеем Савченко. Это всегда вызывает очень большой интерес. Ну, и даже, в общем-то, какой-то необычный такой оттенок какой-то вот такой таинственности, потому что это какое-то вот такое вот неизведанное гадание на картах. Вы знаете, издревле все люди там на чем только не гадали. И на кофейной гуще, и причем очень даже там серьезные были прогнозы такие. Я, Наташа, могу вам сказать, что мне больше нравится слово прогноз. Вот как в астрологии есть прогноз, а есть гадание. Вот. Ну, как-то мне больше вот подошел вот такое слово прогноз. Но сейчас мы не будем говорить о том, что означает карта. Для этой цели у нас есть самый главный таролог Сергей Савченко. И вот мы в следующую среду с ним встретимся и будем беседовать. Ну, а сейчас мы говорим о том, что такое русская школа Таро, почему она вызывает, она, эта школа, ну, сам по себе Савченко, неординарная личность, это понятно. Но почему это такое вызывает интерес? Ну, а потом, так скажем, продолжим. Давайте вот на этот вопрос. Как вы считаете? Ну, здесь трудно быть объективной, поскольку я являюсь частью данной организации. Но со своей стороны могу сказать, что, как мне кажется, у нас очень разумный подход. У нас нет задачи обратить кого-то в свою веру. У нас есть желание передать людям максимум информации, сделать эту информацию доступной, сделать ее удобной, сделать ее красивой, понятной, приятной. То есть, как мне кажется, одно из важнейших достоинств, помимо личного обаяния Сергея Савченко, которое на многих, конечно, действует, его колоссального опыта и знания, это то, что то, что мы даем, это реально доступно, это реально работает, и люди это видят буквально уже там через пару недель начала обучения. Ну, кроме того, мы стараемся программу составить таким образом, чтобы у нас могли учиться как новички, так и опытные люди. Предлагаем курсы по Таро, по магии. Вот. И мне кажется, что в этом таком рационализме и универсализме есть секрет успеха нашей работы. Ну, вы знаете, это в данном случае я как раз-таки опять обращаюсь к нашим радиослушателям, телевидеозрителям. Я сам являюсь учеником, студентом русской школы Таро, поскольку, вот так сказать, человек из народа, я решил на себе испытать, легко это или нет, быть учеником и научиться Таро, если ты об этом не... ну, ладно, не буду скрывать, я отчего-то об этом слышал и знал, и книг у меня масса, и колод у меня тоже много. Вот. Но системы нету. Вы понимаете, огромное количество информации, целый ворох, целая куча, поставьте меня, снимите меня с этой кучей и дайте мне вот то самое направление, то самое главное идею, вычлените из этой вот вороха этой информации, которая мне будет помогать. И так рассуждает каждый. Поэтому так рассуждал и я, я решил попробовать все-таки, ну, как-то вот смотрел, смотрел, совсем с многими беседовал, в том числе, скажем, с Телемским, вот, беседовали мы в эфире, кстати. Но как-то вот, не знаю, почему-то я подписался, кстати, и продолжаю получать рассылки, и, вы знаете, они меня как-то не отвлекают, и они как-то меня... вот мне не хочется нажать кнопку, отправить что-то в спам, потому что очень часто, ну, полно всяких там, приходят этих имейлов, тысячи этих имейлов приходят, и мы их отправляем даже несмотря, почему они вызывают какой-то вот обратный эффект, потому что куда-то пытаются что-то втюхать, да, куда-то втянуть, куда-то кого-то конвертировать и так далее. Вот почему-то у вас этого нет. Расскажите, в чем все-таки секрет такого, что мне не хочется нажать кнопку, а мне хочется все-таки развернуть и посмотреть? Ну, я думаю, что первое важное правило – это то, что мы просто с уважением относимся к тем людям, которые получают нашу рассылку, и мы понимаем, что давать какую-то пустую информацию, да, отнимать у человека время – это, конечно, некорректно. Не важно, что, наверное, экономический момент во всем этом присутствует, но мы все-таки относимся к людям с уважением, и поэтому все, что мы записываем, все эти видео, все эти тексты – это все, на самом деле, полноценный учебный материал, просто дозированный. Опять же, мы понимаем, что людям очень тяжело выбрать свою школу. И это, кстати, совершенно разумно и понятно, что человек колеблется, что человек размышляет, надо ли ему это, хочет ли он заниматься Таро серьезно. И через эту рассылку в том числе мы пытаемся дать людям возможность оценить, подходит ли им наша школа, подходит ли им методика преподавания Сергея Савченко, хотят ли они реально заниматься Таро, или это просто пока на уровне увлечений. Ну и мы стараемся все-таки делать этот контент регулярным, потому что понимаем, что все-таки важна свежая информация, актуальная информация, информация под события. И я надеюсь, что у нас очень хорошие ребята этим занимаются. И судя по тому, что вы говорите, по тем откликам, которые мы получаем, это действительно работает. Ну, вот видите, значит, я не одинок в своем мнении. Наташа, скажите, вот такой вопрос для тех людей, которые, вот вы сами сказали о том, что, ну, действительно, и школ много, и мнений много, и люди колеблются. Вот пойти, опять же, ну, стоимости, это же понятно, это же все не бесплатно, люди вкладывают в свой труд, естественно, он должен как-то оплачиваться. А существует ли у вас такая система, которая называется trial? Trial, ну, какой-то вот пробный период, когда человек хочет взять там одно занятие, там, может быть, даже два занятия, а потом уже решить, то есть не платить как бы вот за это занятие, а потом, если он решил, тогда, значит, естественно, оно засчитывается. Есть такой момент? Нет, конкретно такой системы у нас не работает. Другое дело, что для начинающих у нас, например, есть такие курсы, как экспресс-метод анализа. Это буквально видео на пару часов, это методика работы, которая позволяет, не углубляясь в тему, научиться отвечать на вопрос да или нет, можно там, например, только на старших арканах. Соответственно, у неё и стоимость гораздо более привлекательная, это длится недолго, и человек, ну, это, в общем-то, тот же вариант пробной версии с тем отличием, что это всё-таки полноценный урок. То есть не досмотрит, то есть если его человек посмотрит, он всё-таки уже, даже если не пойдёт учиться дальше, у него что-то останется. То есть мы стараемся таким образом это делать. Ну, а с какими-то отдельными категориями, когда человек чувствует, что ему наш продукт не нравится, ну, здесь бывают разные варианты. То есть, в принципе, если бывают особо такие сложные случаи, мы можем вернуть деньги, мы это открыто говорим. То есть если человек пару занятий посетил, понял, что это совсем не его, ну, никого никто не держит, не заставляет, не пытается ободрать, ну, то здесь всё честно на самом деле. Я понял. Наташа, скажите, вспоминая старый фильм, совершенно замечательный фильм, «Бриллиантовую руку», и вот там был эпизод, когда приходит там милиционер один к своему начальнику и говорит, товарищ майор, а что если мы... Он отвечает, не надо. А ну если не надо? Ну я думаю, что... А вот это попробуйте. Скажите, а можно ответить не на конкретный вопрос? Вот я хочу задать вопрос, и сам себе знаю, о чём я хочу спросить. Таро помогает или надо конкретно задать? Вот скажите, я хочу совершить вот какой-то вот такой, не знаю, подвиг. Стоит ли мне его совершать или не стоит? Ну, на самом деле, Таро универсальный инструмент, и как любой инструмент, всё зависит от того, насколько талантлив и профессиональный человек, который с ним работает. На самом деле сейчас, я думаю, что вы, наверное, об этом тоже слышали, что очень многие психологи берут Таро, начинают с ним работать, как раз в том числе для вскрытия каких-то глубинных вещей, которые не имеют названия, когда человек не знает вообще, что у него за проблема, и есть ли это проблема, зачастую вообще. То, о чём вы говорили, это лежит больше в плоскости, наверное, работы психолога, в смысле, таролога с клиентом, ну, понятно, что и работа таролога с собой. Но это уже немножко более дальний этап, когда люди осваивают азы работы с картами вообще. У нас есть и специальные курсы, и специальные блоки внутри курсов, когда Сергей Савченко рассказывает о том, как правильно задавать вопрос, как вытягивать из клиента эту информацию. То есть это, конечно, отдельный навык, ему можно научиться, можно найти определённый механизм, определённый алгоритм, по которому этот вопрос задаётся. В принципе, как вам сказать? То есть сказать что-то человеку можно, если у него нет конкретного вопроса, но если человек всё-таки хочет решить какую-то ситуацию, нужно её всё-таки сформулировать. Потому что, ну, вы, наверное, знаете, есть такой механизм, когда мы, например, загадываем желание, да? Если мы загадаем просто «хочу быть самым богатым» или «самым счастливым», Вселенная тоже может интерпретировать наши пожелания очень вольно. То же самое и с Таро. Они могут нам дать ответ, но если мы очень обтекаем и его задаём, или тем более скрываем наши истинные желания и мотивы, мы такой же получим ответ. И от этого пользы никому не будет. Ну, хорошо. Давайте я вам задам ещё один вопрос, прежде чем мы перейдём к самой теме, а тема у нас школа, всё-таки русская школа Таро, и как там люди могут заниматься. А вопрос у меня такой. Скажите, приходит человек и задаёт вопрос. Ну, разные есть варианты. Скажите, как обычно, там, доктору задаёт. Ну, понятно, что там какая-то там серьёзная проблема. Он говорит, скажите, доктор, я умру. А вот приходит человек и говорит, ну, допустим, с такой же ситуацией, приходит к Тарологу и говорит, «Скажите, уважаемый Таролог, вот у меня есть болезнь неизлечимая, и врачи так считают и предполагают, что я могу умереть. Скажите, я умру?» Вот такой вопрос. Скажите, Таролог, ну, у нас, знаете как, обычно врачи до последнего, они не раскрывают там ничего, они уже видят, что там шансов никаких нет, а говорят, «Всё нормально, у вас там, это всё в порядке, там, поправитесь». Ну, небольшая там, камни, там, где-то в желчном пузыре, там, я знаю. Ну, вытащим, и всё. А то есть вас интересует, что в этой ситуации будет делать Таролог? Да, как ему, в общем, положено по статусу, ему открыть, или он будет хранить тайну, даже если увидит, или он скажет честно, так, правду, матку, так скажем. Ну, вот здесь я вас не порадую однозначным ответом. Я, наверное, похожу на политику, которой… Зависит от Таролога? Да. Во-первых, конечно, зависит от человека. Но вы же знаете, те же врачи бывают очень разные. Некоторые всегда говорят «в лоб», кто-то до последнего действительно утаивает. То же самое касается Таролога. У каждого Таролога свой этический комплекс, свои представления о порядочности, о правильности, и, ну, трудно обсуждать, у каждого человека свой опыт, да. Другое дело, что, например, то, на чём всегда настаивает Сергей Савченко, то, что мы целиком поддерживаем, не надо сообщать клиенту информацию, которую он не спрашивал. То есть если он просто спрашивает, каково будет моё состояние здоровья, мы можем ему написать, например, сказать, что оно будет плохим, но если мы видим, что есть риск, ну, не очень хорошего исхода, если он нас при этом не спрашивает об этом, то можно не говорить. Это может быть во зло. То есть то, что человек не хочет узнать, но мы ему насильно сообщаем, это уже наше, так сказать, решение, мы должны нести за него ответственность. Но бывают ситуации, насколько я понимаю, в практике были у Сергея Савченко, когда он это говорил. Ну, например, если человек, не знаю, у него есть, предположим, женщина молодая, малолетний ребёнок, ей надо подумать, стоит ли сейчас оформить бумаги там на опекунство, ещё на что-то, она тяжело болеет. И если мы видим, что ей осталось 3 месяца, то пускай, может быть, лучше она успеет это закончить. То есть бывают, наверное, ситуации, когда торолог должен это в лоб сказать. Если человек в лоб спрашивает, мы видим, что ситуация этого требует. В остальных это больше личный выбор каждого торолога, то есть как он для себя считает это правильным. Я понял. Хорошо, спасибо. Это этический такой, скажем, действительно кодекс. У каждого человека должен быть и у врача, и у торолога, поскольку торолог, ну, с моей точки зрения, точно такой же врач, и он точно так же даёт, он не ставит диагноз, но он делает такое, скажем, обследование. Обследование. Обследование, то ли да, то ли нет, шансов там больше, меньше, но он может не сказать, да. Умру, да, умрёшь, только не говорить когда, потому что он же не спросил, все мы там будем, да, вопрос однозначный. Доктор, я умру, конечно, умрёшь. Однозначно, да. Хорошо, понятно. Наташ, скажите мне тогда такой вопрос. Все ли могут учиться в школе Таро? В русской школе имеется Таро. Все ли могут? Или есть какие-то ограничения по возрасту, по статусу, по... не знаю. По большому счёту у нас вот тех ограничений, о которых вы говорите, нету. Единственное, наверное, ограничение, что человек всё-таки должен быть, как вам сказать, человеком. То есть люди, которые приходят к нам с желанием оскорбить кого-либо, с желанием там устроить драку, устроить свару, наверное, вот от таких учеников мы стараемся всё-таки уходить. Такие есть? Ну, люди все разные. И опять они не обязательно, что это агрессия в нашу сторону. Ну, в общем, мы стараемся ко всем, кто хочет учиться и ко всем, кто настроен к миру именно с познавательной точки зрения, кто хочет сам как-то разобраться себе, разобраться в окружающем мире. Мы их всегда приветствуем, вне зависимости от того, сколько человеку лет, насколько ему тяжело просто это даётся, насколько у него много вопросов. Мы со всеми учениками готовы работать, лишь бы у них было желание, намерение учиться. И вот не было этих, наверное, очень-очень чёрных моментов, с которыми тяжело работать, и, наверное, ну, просто не хочется вносить деструктив в общую систему. Хотя, опять-таки, если у человека много проблем, но он с ними хочет работать, это тоже поле для деятельности, в общем. Я понял. Наташ, ну, а если к вам приходит человек из другой школы, то есть он где-то как-то уже изучал Таро, и у него есть своя определённая система, даже, может быть, но он решает попробовать другую школу, в данном случае вот вашу школу, и он туда приходит. И были ли такие моменты, когда начинается противопоставление одной школы другой школе, то есть интерпретация вот этого направления, интерпретация другого направления? Как вы с этим справляетесь, если да? Ну, на самом деле, с этим справляемся не мы, с этим справляются наши ученики, по большому счёту. Ученики? Сами? Ну, понятно, что при нашей помощи, я сейчас поясню, что я имею в виду. На самом деле, люди часто приходят с какими-то предварительными знаниями. Кто-то учился по книжкам сам, это тоже своего рода школа, только уже такая стихийно образованная. Кто-то, может быть, приходит, учился у других мастеров. Не подошло, или хочется посмотреть другой аспект преподавания и так далее. Здесь, что очень важно, мы с самого начала говорим, что мы не перечёркиваем все те знания, которые они получили раньше. Они могут их оставить, каким-то образом использовать. Но у нас есть концепция, которой мы придерживаемся, ну, например, для определённых заданий, для выполнения определённых вещей. Поэтому мы просим человека ориентироваться на те материалы, которые мы ему даём. Но если он может органично использовать те знания, полученные ранее, и это его обогащает, он может это вплести. Ради Бога, мы не против, потому что любой опыт, который мы именно переварили, который стал нашим, он нас делает только сильнее, мудрее и опытнее. Вот. Но если человек, конечно, приходит и не готов учиться, с ним очень тяжело работать. Но вот мне пока таких людей, которые прямо вот упирались и говорили, а там четвёрка посохов, значит, только это. Я слышал, я читал, ничего не знаю, учиться не буду. Такие люди, как правило, я думаю, что они уходят быстро сами, потому что на самом деле у них нет то, с чего я начала, интереса к обучению. Те, кто приходит, тот, кто хочет получить новое, они, как правило, пытаются соединить эти знания, и если они прислушиваются к нашим советам, рекомендациям, обычно всё проходит хорошо, и это бывают очень талантливые тарологи, очень действительно люди, которые могут совместить разные точки зрения, им это только помогает, только идёт на пользу. Хорошо. А что случится с человеком, который прослушал какую-то часть курса, может, даже половину, и сказал, всё, надоело, не хочу, деньги возвращаете за половину курса или нет, всё, пропало? Ну, если речь идёт о том, что у человека просто пропало желание учиться, здесь мы всё-таки считаем, что мы свои обязательства по отношению к нему выполнили. Ну, во-первых, честно вам скажу, мы сами не любим учеников, которые останавливаются на полдороге. Если у человека пропало желание, это значит, что либо что-то пошло не так, а зачастую это проблема именно в обучении, и тогда мы стараемся ему позвонить, с ним связаться, узнать, какие проблемы, предложить ему, может быть, другой курс, другое направление, дать какие-то рекомендации, и часто это работает, действительно. Предлагаем, может быть, сделать перерыв, потому что иногда люди уходят именно из-за жизненных обстоятельств, да, и это тоже мы понимаем и все люди. Вот, поэтому, на самом деле, случаев, когда человек бросает просто из-за лени, на самом деле, тоже не так много. Как правило, если человек бросает самым, ну, это, как вы сказали, первый один во урок, если это совсем не его, вот это, да, это другой случай, человек еще не начал учиться, но если он уже учится, мы стараемся его все-таки до конца довести, и не только потому, что надо отработать деньги, а именно потому, что просто, ну, для нас, все ученики все равно как дети, да, и очень хочется, чтобы они свой путь нашли. Пусть он будет не такой, как у остальных, пусть он будет медленнее, пусть он будет там шаг в сторону, иногда это требует дополнительного времени, но мы стараемся, по крайней мере, чтобы найти какой-то вариант, который бы ему тоже помог и устроил бы его. Я понял. Наташа, скажите, у вас есть разные курсы, есть курсы для новичков, есть курсы для, так сказать, продвинутых, правильно? Да. Вот какое количество курсов на сегодняшний день есть в русской школе Тару? Вы знаете, я вам точно цифру даже не назову, то есть это пара десятков. Их много, но я думаю, что пара десятков-то точно есть. Дело в том, что мы периодически, одни курсы уходят, мы их обновляем, создаем новые курсы, это процесс очень живой. Это не то, что мы один раз составили таблицу и по ней курсы выдаем. Нет, я имею в виду, может быть, я неправильно задал вопрос, а может быть, я не понял ответ тогда. Вот есть курс для новичков, есть курс для, ну, другой уровень, допустим, для более людей, которые уже прошли этот курс и хотят продвигаться дальше. Но, насколько я помню, я Сергею Савченко когда-то задавал такой вопрос, то есть есть, по-моему, четыре уровня, он мне говорил, но я могу ошибаться, то есть новички, потом следующий уровень продвинутый, потом следующий, а потом уже магия идет. Я вот в глобальном смысле… Ну, если в этом смысле, то можно даже условно, если совсем туда трех ступеней поделить, то есть это абсолютный начинающий, который можно делиться на ноль и на ноль продвинутый, ну, условно так назовем. Вот я. Вы у нас уже в любом случае продвинутый человек, имеющий наше знание, конечно. Потом есть уже вторая ступень, это те, кто освоил лазы, основные базовые знания имеют, уже немножко гадать умеет, но хочет именно погрузиться уже в более сложные вещи. И затем уже профессиональная ступень, когда человек уже знает очень хорошо базу, очень хорошо умеет ее применять, и там уже начинаются курсы расширения, он может учиться как преподаватель будущей Таро, может там думать об открытии своего кабинета, набирать необходимые ему курсы вот по определенным темам и уже практиковаться в конкретных областях, отрабатывать вот такие вещи. Ну, и затем действительно идет магия, которая на самом деле с Таро тоже хорошо вмонтируется в разных моментах, и тоже она, в принципе, позволяет и карты Таро с другого вот этого магического энергетического аспекта прорабатывать. Да, то есть войдем в 15-й аркан и будем усиливать усиливать. То, в какой входит, правильно? Хорошо. Скажите, а вы даете какие-то там сертификаты, свидетельства, дипломы, на которые я мог бы повесить вот на стену и сказать, я Таролок высшего там класса, первого класса, я начинающий Таролок, но я уже могу консультировать. Мы даем, во-первых, всем участникам наших курсов сертификат слушателя, то есть мы всегда готовы подтвердить, что человек у нас учился, если он действительно учился. Это уже во многих случаях является хорошим таким рекомендательным письмом для тех, кто знает нашу школу. Для курсов, например, Таро Стар, Таро Профи, это как раз новичковый и такой полупрофессиональный, у нас есть как раз аттестованные сертификаты, то есть когда человек делает тесты, набирает баллы, проходит аттестацию, и мы говорим, да, вот он учился, и учился не просто, учился хорошо, и мы выдаем ему вот эти аттестаты, аттестованные сертификаты. А это отличается, тот первый, скажем, для новичков, вы говорите, и дальше? Они разные. У нас Таро Специалист за Таро Старт и Таро Лог Мастер за вот следующий уровень Таро Профи. Да, они, конечно, отличаются, это видно из названия. Ну и также любой человек может, например, увидев этот диплом на стенке у Таро Лога, обратиться в нашу школу, и эту разницу мы ему тоже объясним. То есть это все, в общем, репрезентативно. По крайней мере, мы стараемся это таким сделать. А есть у вас какие-то вступительные, скажем так, типа экзамены? Ну, понятно, для новичков вступительное не надо, пришел там, оплатил и пошел заниматься. А вот для тех людей, которые хотят, уже считают, что они уже подготовлены, и не ваши студенты, скажем, а какие-то другие студенты, вот они почитали и решили прийти на какой-то профи, допустим. Вы даете им какие-то экзамены или принимаете всех без разбора? Ну, на самом деле, даже тот курс, который мы называем «Таро-профи», он такой уже полупрофессиональный, в принципе, мы работаем и с новичками. Другое дело, что мы их предупреждаем, что если у вас не хватает знаний, то вам просто придется работать в два раза больше, потому что мы им предоставляем всю необходимую теорию, но практику им придется уже догонять. То есть им просто придется работать активнее, чем те, кто уже учился до этого. Поэтому, когда человек приходит с нуля и спрашивает рекомендацию, мы, конечно, предлагаем ему пройти поэтапно, начать с алфавита, потом мы будем предложение, потом будем писать эссе. Но если человек хочет, или, например, он где-то учился сам, у него есть отрывочные знания, но ему надо их упорядочить, и при этом он хочет уже более глубоко заниматься, мы его берем на «Таро-профи», и обычно где-то… «Таро-профи» просто длится четыре с половиной месяца примерно. Первый месяц, вот он бывает сложный, адаптационный, и мы как раз за этот месяц все вот эти пробелы, шероховатости убираем. Мы работаем с человеком, и, как правило, он к концу первого месяца уже втягивается, все это, все белые пятна у нас закрыты. Поэтому сказать, что вот какие-то экзамены нужны… У нас перед тем, как человек записывается на курс, ему тоже предлагают пройти три таких вступительных этапа, когда он отвечает на вопросы такого отборочного тура, скажем так, где ему предлагается рассказать о том, почему он хочет изучать Таро, что он готов для этого делать, как много он готов заниматься, чего он хочет получить. Потому что эти вопросы, которые должен задавать себе любой специалист, любой Таро перед началом обучения, зачем мне вообще все это, что я хочу получить на выходе, как это должно для меня выглядеть. Когда люди все это проходят, мы уже надеемся на то, что они осознают, во что они ввязываются, что это будет. И мы, соответственно, присматриваемся к ученикам, смотрим, как они отвечают, понимаем примерно уровень, понимаем примерно, на что люди ориентированы, и дальше можем с ними работать. Понятно. Ну, вы сейчас обозначили один из курсов, вот как раз-таки тот профи-курс, который длится 4,5 месяцев. Давайте мы тогда, время у нас в эфире подходит к концу, давайте вы тогда расскажете про все курсы, которые у вас есть. То есть вот начальный курс Таро, я имею в виду продолжительность этого курса, и да, ну, в общем-то, все. Начальный курс – это курс Таро Старт, который мы рекомендуем, длится он примерно 4-6 недель в зависимости от версии курса. Соответственно, такой интенсивный и примерно 2 урока в неделю. Курс Таро Профи – это следующий по уровню, ну, как я сказала, он длится примерно тоже 4,5 недели. Там один урок в неделю, но работы еще больше, поэтому люди должны быть готовы. 4,5 недели, мне показалось 4 месяца. Ой, 4, да, прошу прощения, 4,5 месяца, конечно, да. 4 недели – это один блок. Это один блок, то есть и первый курс 4,5, 4-4,5 месяца, да? Нет, еще раз. Таро Старт – это курс начальный, поэтому он более интенсивный. Это месяц с небольшим. Так. Таро Профи – это уже 4 с небольшим месяцем. Так, и следующий? А следующий курс у нас, он не идет как курс, а идет скорее как набор из разных курсов. Это курсы второе здоровье, второе отношение, второй бизнес, второе время. Это курсы как раз по магии, это курсы по соционике. Человек может пока на данный момент, вот этот этап у нас выстроен так. То есть человек выбирает те курсы, которые ему нужны в нужном порядке, их проходит поэтапно, поэтому там жесткой продолжительности нет. То есть можно учиться вечно? Ну, понятно, что и так надо учиться. Нет, но мы все учимся вечно. Да, но я имею в виду конкретно, вот это все-таки курс. Вы сказали, можно учиться, там нет конкретных сроков. Ну, вот, допустим, Таро и, вы сказали, медицинское Таро какое-то. Ну, вот у нас буквально завтра начнется курс второе здоровье. Он длится два дня. Два дня. Он длится два дня. Там получается порядка, может быть, восьми часов онлайн занятий. Нет, это два дня мы так сильно не перегружаем. То есть это порядка, может быть, трех с половиной, четырех часов в день. И затем человек также получает задания, получает расклады, прорабатывает их. Но потом, просто чтобы вы понимали, почему мы говорим, у вот этих курсов уже нет четкого срока. У Таро Старта и у Таро Профи есть дата начала и окончания. Таро Здоровье, вот он прошел их сейчас, но он может вернуться к этому и через месяц, и через два. То есть мы его в этом смысле уже не подгоняем, никаких ему сроков не ставим. Здесь он уже обучается по более гибкой системе. Я понял. Но все-таки, допустим, человек по каким-то своим причинам начал курс Таро Старт, к примеру, да? И он, ну, четыре с половиной недели, вы говорите, длится. Но по каким-то причинам то ли времени не было, ну, всякое бывает. А ему дают возможность как-то закончить эти курсы? Этот курс, имеется в виду, Таро Старт, или уже вот время закончилось, все, доступа нет? Нет, ну, во-первых, материалы к лекциям, они также на Таро Старте не ограничены. Заканчивается доступ к практическим занятиям, но, опять-таки, это сделано не для того, что мы такие строгие и жестокие, а для того, чтобы дисциплинировать учеников, да? Потому что все занятые люди, и мы будем отодвигать сроки заданий до тех пор, пока не станет поздно. Вот. Поэтому, чтобы люди все-таки учились, мы им эти сроки ставим. Но на самом деле все очень сильно зависит от обстоятельств. У нас есть кураторы, и в том числе я работаю как куратор. Человек со мной обсуждает свою ситуацию. Если я понимаю, что это действительно не просто Ленина надоело, а у человека есть какие-то реальные обстоятельства, которые ему мешают, мы можем договориться либо о продлении срока, либо о переводе его на другой поток, потому что эти курсы у нас запускаются снова и снова. То есть мы находим, как правило, решение. Главное, опять-таки, чтобы человек сознательно к этому подходил и вовремя обратился с этой просьбой. Вы сказали, практическое занятие не будет практическое занятие, доступ он будет иметь, а практических не будет. Вы имеете в виду поддерживающаясь если Арканум? Нет, ну что вы, к Аркануму как раз человек имеет доступ. Арканум у вас, она, по-моему, называется. Или Арканум? Арканум от Арканум, насколько я, по крайней мере, знаю. Я бы ударение, может быть. Арканум. А что такое тогда практическое занятие? Ну вот вы, если вы же проходили Таростарт, У нас есть после каждого... Я продолжаю проходить, извините. Да, да, да. Ну, вы видели, по крайней мере, как это выглядит. То есть у нас есть лекции. Вот доступ к лекциям не ограничен всегда, пожалуйста. А есть тест. И человек, когда один раз тест прошел... Ну, это как экзамен в школе. То есть он выучил теорию, он сдал тест. Тест для него закончился. Но ваши учебники после университета остаются, вы можете их перечитать. Также и наши лекции, они остаются в пользовании, то есть человек может к ним вернуться. А вот сроки работы именно с письменными вот этими практическими заданиями, Да, они есть. Ну, там пять дней сначала принятие в работу дается, да? На Таро-Старте три. Три дня? Понятно. Хорошо. Наташ, спасибо большое, дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям. Ну, это первая наша встреча с Натальей Никоновым, куратор и координатор русской школы Таро под руководством Сергея Савченко. И я сам являюсь студентом этой школы, могу вам сказать, что действительно это очень интересно, поскольку все настолько детально и все настолько понятно расписано, что одно удовольствие, так сказать, смотреть, потому что Наташа там просто дает пошагово руководство, как куда перейти, в какой там, как эти кабинеты там и так далее, и так далее. И, кстати, всегда можно задать вопрос, если что-то там непонятно, и всегда сразу очень быстро поступает ответ. Ну, мы будем об этом беседовать. Ну, сегодня пока первая программа. Наташа, большое спасибо за ваше время. Да, всем слушателям тоже за внимание. Да, спасибо, дорогие друзья. Вы можете, как я уже сказал, задать вопрос или по скайпу, скорее всего, так будет удобнее. SunGates, солнечный оборот, на конце буквы S, 1, 0, 8. Ну, и тройное W. SunGates.radio.com. Там тоже можете оставить свои сообщения, замечания и вопросы задавать. Ну, и мы будем встречаться, следите за нашими, так сказать, рассылками в Facebook. Мы это объявляем, и наши программы всегда находятся в YouTube. Если вы подписаны на наш канал, вы получаете просто уведомление о том, что вышла определенная программа. Ну, вот сегодня программа в эфире была «Русская школа Таро» и уже как внутри, какие есть программы в этой русской школе. Всего доброго. До свидания. Вам тоже всего доброго. До свидания.